В коридорах видновской школы номер 11 непривычно тихо, но несмотря на каникулы, скоро учебное заведение вновь оживет. 1 июня здесь начнет работать летний лагерь. Впервые лагеря дневного пребывания у нас приняты еще в начале мая. Всегда мы их принимали в конце, в этот раз это было в начале мая. Но, наверное, хорошо. Мы сейчас уверены, что каждый лагерь готов к приему детей, где созданы комфортные условия, безопасные условия пребывания. Чтобы в этом убедиться, мы отправляемся в небольшую экскурсию по 11 школе. В нынешнем году летний лагерь в этом недавно построенном учебном заведении откроется впервые. Школа новая, современная. Не зря говорили, что это школа будущего. Действительно, здесь оборудование соответствует тому, что можно проводить. И учебные процессы, и воспитательные. И, естественно, для летнего оздоровительного лагеря все подходит. И игровые, и спальни присутствуют, и библиотечный холл, и медицинское обслуживание. Все можно осуществлять на базе нашей школы. Ольга Огарева – заместитель директора образовательного учреждения. В каникулярное время она – начальник летнего лагеря. Ольга Владимировна с удовольствием показывает условия, в которых будут заниматься ребята. Здесь во время учебного процесса у нас группа продленного дня. Развлечения, рисования, и просто даже у детей отдыхать на коврах. Во время лета, естественно, у нас это здесь группа отдыха. А для детей погода у нас тоже бывает разная. В игровых моментах у нас идет сплочение детей, поэтому и старший заботится о младших, и это все мы перенесем на учебный процесс. К услугам ребятник, кабинеты для занятий рисованием и рукоделием, большая столовая, спальные комнаты. Но больше всего впечатляет бесспорно спортивный зал. В летнем лагере в общей сложности будет 80 детей, так что места хватит всем. Впрочем, немало внимания здесь собираются уделить пребыванию на свежем воздухе. Если большая часть таких больших соревнований – это спортзал, то игры, массовые игры, конечно, будут проходить на свежем воздухе. И нам тоже цель наша – научить детей играть вместе. Вы сами знаете, современные дети у нас такие, что у нас все индивидуально, а здесь мы должны играть и учиться играть вместе. А наша экскурсия продолжается. В школе довольно просторный и зал актовый. К работе с младшими школьниками в качестве волонтеров будут привлекаться и старшеклассники. Но особое внимание – безопасности и здоровью детей. У нас будет работать врач-педиатр, который будет обслуживать с половины девятого до половины пятого до окончания смены полностью детей сопровождать во время их нахождения в лагере. Смена в этой и других школах района продлится 21 день. И каждый из них будет буквально расписан по минутам. Для каждого лагеря подготовлен плотный график занятий. 1 июня этого года на базе 20 муниципальных образовательных учреждений и в частном учреждении созвездия будет открыт лагеря дневного пребывания. И в них будет оздоровлено более 1400 детей. 1410. Всего в Московской области будет открыто более 1200 детских лагерей с дневным пребыванием. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.